здравствуйте друзья сегодня 8 окажется июля я начинаю очень важный серьезный разговор о котором я до этого говорил в рыбками не мог собраться вот часто думал что никому ничего не надо люди предпочитают просто дохнуть чем бороться за свою жизнь за свое здоровье за благополучие своих близких вот и вдруг приходит письмо и перевод на 2000 письме написано для фильма о биополе . что ж такое биополе что же этот самый как мне можно назвать какой-нибудь аферист который эти деньги потратит тем что сделать фильм ни о чем вы можете взять попасть на странице интернета набрать слово биополе вы видите море информации но она какая-то отвлеченная там много интересного много загадочного много высосанной с пальцем много главное что догадок а мы с вами будем говорить о реальных вещах сейчас я вам показала не все и ухожу отсюда поднимается ветер и вы ничего не услышите привет зайчик как тебе тут нормально интересно дело в том что когда я был ребенком ко мне отношение было такое слишком как бы это сказать представляешь когда я не хотел кушать моя мама брала ремень и лупила меня в отчаянии я казалось что если я говорю я не хочу кушать на все я умру с голода да и знаешь для чего этот разговор завел вот заметил что я тебя никогда не заставляю кушать нет не заметил ну ладно пойду мне надо фильм снимать а ты давай развлекайся пока без меня хорошо а маленькая кошечка ты любишь кошечек да ну хорошо я так рад что ты любишь животных и собаку любишь ну вот друзья мы в особом месте особым потому что здесь растут невиданные растения вот и я вынужден сказать впервые произошло это слово я долго пытался понять как это могло случиться что здесь растут необыкновенные деревья вот я с ними нахожусь симбиотической связи но не физической а моральной в энергетической сфере все что мы будем сейчас говорить с вами будет разговаривать железовый инженер вот еще что я буду говорить это не пустые слова потому что все наша жизнь неправильно она окружена мистикой вот представляете вот посмотрите сейчас на меня это я не случайно показываю вот например да 67 лет за одну жизнь прожито две жизни вот избыточный вес на ногах страшные шишки вены вздутые сердце дребезжит казалось бы разве могу быть примером для подражания конечно нет но знаете что такое на знаете что такое год за два вот это означает что не все так просто например ага ты не молод ты не пример для подражания он они красавцы спортсмены но я правда не видел красавцев спортсменов 67 лет вот а на самом-то деле мне в живых то не должно быть уже и то что я сейчас вам расскажу с точки зрения инженерии не мистики я надеюсь вам пригодится вот мы завязаны с природой настолько что это даже невозможно вот так вот бухты-барахты понять поэтому разговор будет долги тимоша я тут записываю фильм ты тоже хочешь а как быть как быть не знаю вот мне нужно сейчас поговорить с теми кто будет смотреть нас а может это пока я один поговорю мне нельзя отвлекаться в чем ты можешь мне помочь вот груши ты постучал предыдущем фильме я показал что детей нужно с малолетством заниматься спортом и хотя бы уметь защитить себя давай тогда в конце саму давай это обещаю когда будет заканчивать софи да жаль что здесь нет груши но я пока знаете что друзья объясню вот причем боксерская груша а при том что мы с будем увеличивать биополе которая поможет вернуть здоровье и разговор пойдет авиаполе на разговор получится очень широкий вот вот здесь куда он показывает показать покажешь ладно вот видите где мангал стоит вот раньше тут не было этих высоких здоровых деревьев есть стояла здесь была грядка на этой грядке рассвесливой несколько десятков они в течение года два-три погибли одна осталась две вернее три вернее потом две одна когда я замерил их место где они находятся оказалось все таки патогенная зона перестройка мировоззрение она должна начинаться со школы даже раньше школы вот даже раньше и может быть в этом моя роль годится ли моя мой жизненный пример для этого я не знаю вот я когда-то убедился в том что существуют люди у которых есть избыточная энергия который буквально знает куда девать маржевание один из таких примеров их всего два примера или маржевание или маржевание или целительство иначе он болеет странно звучит да странно вот и здесь у нас все завязано когда не было разрешено еще в широком плане целительство широком плане до девяностых годов тогда маржевание имела даже большее распространение она выглядела так особая каста немногочисленная людей я даже прикинул один из тысячи это моя статистика я люблю математику люблю теорию вероятности люблю статистику один из тысяч принципе ничего не поменялось с тех пор и до сих пор но маржей больше не стало а больше стало желающих на халяву исцелиться заодно например за одну ночь например которая называется крещенская крещенская праздник крещенский день крещенская ночь и вот то есть это не моржи один раз нырнул смотришь здоровье стану я сохранил здоровье жизни после норильска имея страшную астму которая каждый благодаря которой каждый умирал ныряю в Енисею для чего я вас сейчас водил к Енисею вот дело в том что то что мы увидели это только маленькая протока Енисея она безопидна то я может даже перейти на остров это не весь Енисея там перед нами было протока и остров и можно было даже пешком перейти где-нибудь там по пояс глубина или переплыть спокойно переплыть ничего особенного июль месяц там сейчас градусов 10 температура 8 10 где-то так на улице кстати сейчас где-то градусов 10-12 похолодание и вот я сейчас скажу удивитесь я вначале целился сам потом задним псом пытался понять почему это произошло нырял я 35 30 32 35 36 градусов мороза приходил ночью потому что темнело зимой рано и после работы приходил ночью один раздевался и прыгал в лес воду отплывал метров на 30 20 меня сносило течением потом я босичком возвращался там где одежда стуча зубами одевался но в общем то я издевался над собой довольно жестоко результат астма исчезла навсегда надеюсь потому что прошло с тех пор 30 лет вот я живу здорово и так страшнейшая болезнь которая считается неизлечимой я потом начал осознавать что случилось почему да и у меня резко прибавились способности то есть у меня появилась избыточная энергия и даже аксессуарные способности но аксессуарных способностях не буду иначе у меня всерьез воспринимать не будете знаете какое отношение к экстрасенсам вот а если говорить о так сказать избыточной энергии то мне ее приходилось гасить этим же не 7 то есть собрать компанию и продолжать заниматься купанием круглый год уже вот потом когда вдруг оказалось что из нашей компании половина стала целителями как только разрешили это делать и давай на этом деньги зарабатывать ездить по деревням собирать толпы народу тогда это было интересно проводить какие-то с ними эти самые ну я уже тогда и до сих пор понял в основе целительства лежит организм который избыток энергии он должен куда-то девать иначе он будет сам болеть вот постепенно когда я начал владеть рамками читать много-много экспериментировать издеваться над собой до меня наконец-то дошло что мы люди особые подчеркиваю один из тысяч то для меня так если ты способен залезть в ледяную воду значит тебя лишняя энергия значит это потенциальный экстрасенс а дальше хочешь им стать хочешь не стать ну и получается так как еще и среди экстрасенс а есть люди которые под страхом расстрела не догонишь в воду получается что из экстрасенсу еще и меньше а вот потому что потребность избавиться от энергии страшная она-то и заставляет идти в целители ну еще разновидности как они себе топ не называют сами знаете вот далеко в эту тему углубляться не будем я хочу дать просто инженерное объяснение чему я вас постепенно и приведу и так значит первое почувствовал что энергии девать некуда маясь от этого да есть еще третий способ он называется активной половые связи но опять же тема деликатным она не зацикливаться не будем вот это еще раз пальцы загибаю получается это третье второе это целительство первое это моржевание очень здорово это но моржевание она за и затягиваю так что становишься еще больше не гащишь энергии гащи на определенное время а потом еще больше становится это тихий ужас вот и не деваться было некуда также как все переболел и вот моя первая пациентка я вынужден об этом говорит потому что я вас буду учить этому же самому о чем я говорю вот но очень деликатная тема целительства поэтому мы с вами очертим ее границы обязательно вот почти кстати почему здесь сидим видеокамера направлена на эту самую геопатогенную зону потом мы с вами я сразу обозначу нашу с вами наши планы на ваших глазах я сделал бигулационные рамки мы будем не теоретиками мы им практиками потом я покажу какими владеть потом мы с вами находим бигу этой зоны потом мы будем мерить людей потом мы будем мерить людей не только рамками но и маятником потом будем ставить первичный диагноз потом будем учить и увеличивать биополе я вас а вы продолжать вот потом вы встанете ездить на дорогах гораздо тише потому что я вам покажу дорогу смерти все это относится к биополе человека и биополе земли поняли пересечения вот этих двух биополе человека биополе земли это или здоровье или болезни или смерти вот такая длинная сколько пришло 13 минут такая про длинная преамбула моего выступления вот ну еще пока сижу здесь причины по которым я сижу стоит только выйти там ветер он он по верхушкам этим сам я это вижу дальше вас вот там за этими плодовыми деревья огромная громадная где-то 7-8 этажей ухты как эти самые тополя вот и там бушует ветер у нас так всегда бывает это верховой ветер слава богу не низовой и вот мы с вами находимся на берегу рейских отсюда 20 километрах она падает или 30 точно не замерял не спрашивал с гигантской высоты там 200 метровая плотина нависла над нами с гигантской высоты падает потоки воды при этом они не просто падают они проходят через турбины которые их раскручивают турбины раскручиваются этой же водой страшным падением вода заряжена и вот когда-то если бы вот это надо под расстрелом сюда толпы любви вести вообще должно быть так там где мы были в начале фильма на берегу этого самого не сеют там должны вы сейчас несмотря на то что холодно вот несколько дней назад была дикая жара под 40 сейчас холодно вот сейчас утром где-то 8 10 тепле не собирается такой перепад но это значит что тем не менее там должны быть тысячи тысячи людей паломников которые вы видели реку ганг вы виде она считается святой увидели что там творится что там десятки сотни миллионов индусов купаются они практически ежедневно смывая грехи смывая болезни и так далее у нас такой а наша река лучше наша река проходит через турбины заряжается и вот мне кажется что она а первое когда-то когда я рассказал о Кенковском так это река виновата представляете